В прошлом видео я обманулся, что я получил там в районе 30 тысяч рублей дивидендов, и мне задали вопрос, а на какой капитал? И я вдруг подумал, а действительно на какой капитал? Я не смог на этот вопрос ответить. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказывал про акции, которые я внезапно обнаружил, что некоторые из моих активов выросли там на 80, на 100%. И я это показал там за год или за полгода, я точно и не помню. Вот, и я сказал, что кроме того, я получил дивиденды в районе там 30 тысяч. И у меня спрашивают, а за какой период и так далее. И давайте сейчас, ну вот, я расскажу о том, за что я получил дивиденды, как я получил дивиденды, и коснусь того, что я в прошлом видео рассказывал про акции роста. То есть есть акции, которые очень сильно растут, и они не выплачивают дивиденды при этом. А есть акции, которые, есть компании, которые выплачивают дивиденды. Итак, давайте по порядочку. Вот смотрите, сейчас вы видите мой личный кабинет в открытии брокер, и вы видите, вот они дивиденды, которые я получил. Давайте прямо покажу. Всего дивидендов и купонов я выделил 365 дней, то есть в течение календарного года, начиная, вернее сказать, ну, с 24-го, вы видите, 0,07-го, 19-го года, с 24-го июля, 19-го года, по 22-ое июля, 20-го года. Всего дивидендов получено 27 779 рублей 45 копеек. Всего дивидендов и купонов, потому что дивидендов всего 19 363. И купонов. Давайте посмотрим, вот это очень интересно, на самом деле, за что я получал дивиденды, когда и какие компании мне выплачивали дивиденды. Итак, смотрим. Наводим. Это личный кабинет открытия брокер. Там вот очень удобно сделана такая информация, поэтому те, кто в открытии брокер, могут легко посмотреть. Вот дивиденды и купоны. Все, смотрим. Вот она вот. 24-го, 28-го июля, 19-го года. Нажимаю на эту кнопочку. Я получил дивиденды от Алросы. В размере 411 рублей. Вы видите, столбик маленький. 411 рублей. Но при этом, значит, за год компания Алросы, по-моему, не выросла, а даже упала. Но дивиденды, вот, 411 рублей я получил. Далее. Это за все акции, которые у меня есть. Итак, Алроса 411 рублей. Следующий большой столбик видим, да? Что же это было? А это были дивиденды за акции, привилегированные Сургут, нефть и газ и обувь России. И я в свое время, вот, ну, практически год назад рассказывал про дивиденды и сколько я дивидендов получу, там, дивидендные акции. И Сургут, нефть и газ привилегированные. Я рассказывал, что самые большие дивидендные доходности Сургут, нефть и газ привилегированные и обувь России. Перед дивидендами я купил эти акции побольше. И я об этом рассказывал, я там ими спекулировал, потому что я говорил, они вырастут, обязательно вырастут. Но когда они выросли, то есть я купил их с плечом, когда они выросли, я их продал перед дивидендами большую часть. То есть все, что я купил на плечо, я заработал на них, на, ну, спекульнул, грубо говоря. Вот, и, соответственно, те, которые у меня остались, по ним я получил дивиденды. Обувь России аналогично. Там было принято решение о том, что в процентном соотношении дивиденды будут большие. Я купил эти акции до дивидендной отсечки, получил дивиденды, ну, а потом их продал. То есть совершенно аналогичная ситуация. Поэтому вот здесь такой большой столбик. Ну, 5000 дивидендами я здесь получил. И продал. Дальше. Pfizer. Американская компания. 32,4 доллара. Pfizer. Запомните это название. Следующее. Ellie Lilly & Company. 2,32 доллара. Потому что акций мало. Небольшие дивиденды. Ellie Lilly & Company. Американская компания. Фармацевтическая, медицинская там и так далее. Следующее. Corning Incorporated. 10,62. Тоже американская компания. Я даже не помню уже чем занимается. Где-то я... Ну, были какие-то рекомендации, обзоры. Я решил их купить. Вот. И вот она. Polymetal International PLC. 4 доллара. Дивиденды. А теперь давайте вспомним, о чем я говорил в прошлом видео. О том, что самый большой рост дала мне компания Polymetal. Они выросли как раз на 100 с лишним процентов. И плюс дивиденды. Чем занимается Polymetal? Я опять же год назад рассказывал, что надо, что я жду роста золота серебра. И, ну, золото серебро трудно купить на бирже. Только в виде ETF я купил акции золотодобывающих компаний. И не ошибся, потому что они выросли больше, чем выросло золото и серебро. И Polymetal и сейчас достаточно актуально. В общем-то сказать, ну, я могу сказать, что если покупать, то, наверное, вот акции этих компаний. Дальше смотрим. Татнефть имени Шашина. Они упали в цене сейчас. Они сейчас на очень низких уровнях. Татнефть платит дивиденды. Хорошо платит. Сейчас мы увидим это. Следующее. Atria или Altria Group. 11.34 доллара. Тоже купил в свое время. Сейчас они у меня уже проданы. Их нет сейчас. GMK Nornickel. GMK Nornickel. Запомним это название. Он вырос у меня достаточно сильно. И он дал дивидендов. Ну, здесь немного. 883.93. Дальше. Novotec. 142 рубля. Сейчас они упали. Очень здорово акции. Novotec. Следующее. Распадская. 250 рублей дивиденды. Cisco Systems. 0.94 доллара. И Alrosa. 384. Давайте-ка вспомним, что было. Смотрите, здесь у нас октябрь месяц. Конец октября, начало ноября. А здесь у нас Alrosa в июле. То есть Alrosa выплачивает дивиденды раз в квартал. Вот так. Где она у нас тут? Вот она. Раз в квартал выплачивает дивиденды Alrosa. Идем дальше. Газпром нефть. Дальше у нас перерыв дивидендный. Дальше идем. Pfizer. Компания Pfizer снова выплачивает 22 доллара. 22.68. А здесь сколько у нас было? Pfizer. Где он был? Он у нас уже был. Вот он Pfizer. 32 доллара. А здесь? 22. Почему уменьшилось? Ну, во-первых, могли дивиденды уменьшиться. Во-вторых, я уменьшал долю в Pfizer. Потому что они здорово упали. Следующее. А вот это купоны. 63.75 доллара. Купоны за облигацию РУС-28. Выплачивается раз в полгода. 63.75 доллара. Купоны выплачиваются в размере 12.75% к номиналу. Номинал 1000 долларов. Это валютная облигация. То есть, вот такая облигация. Я про нее неоднократно рассказывал. Держу. Следующее. Лукойл 384. CME Group. Incorporated 337. Что такое CME Group? Это Chicago Merchant Exchange. Это чикагская биржа, на которой, в общем-то, фьючерсы и торгуются в основном. У меня были акции этой компании. Получил дивиденды. ГМК Норникель. Снова. Уже был. То есть, ГМК Норникель, кроме того, что он растет очень сильно, он еще и выплачивает дивиденды ежеквартально. Очень хорошая компания. Это от нефти имени Шашина. Я уже говорил про нее. Она выплачивает дивиденды ежеквартально. Cisco Systems. Американская компания. У меня там очень мало акций. Совсем чуть-чуть. 0,95 долларов. Соответственно, сколько вложил, столько и получаешь. Дальше. Polymetal International. Снова. Дивиденды от Polymetal. Они уже были и сейчас есть. Это та самая компания, которая выросла на 100%. То есть, она и растет на 100%, и получаем дивиденды. И снова Pfizer. Ну, вообще, отца чего? ГМК Норникель. Тут нефть сейчас. Где у нас? Но Pfizer только что был. Вот он, Pfizer, и вот он снова Pfizer. Следующий. Expedia Group. Сейчас у меня их нет, я их продал. Следующая. Nike. Компания. Я ее купил как раз не так давно. Это уже апрель 2020 года. Я их купил, в общем-то сказать, не так давно. Nike. ТЦС Group Holding, PLC. Что это такое? Это Тинькофф. Тинькофф кредитные системы. 2,1 доллара. Сейчас они выросли, и... То есть, они и растут, и дивиденды платят. Следующая. Хьюлит Паккарт. 1,58 доллара. Но они не выросли, к сожалению. Следующая. Cisco Systems снова. И снова 0,97 доллара. Ну, сколько вложил. Но опять же. Платят. Novotec снова. Который упал, но дивиденды платят. Я их не продавал. Следующая. Опять полиметалл, опять ГМК, Норникель. Опять полиметалл, опять ГМК, Норникель. Понимаете? Ежеквартальные дивиденды. Побольше вложить, будешь побольше получать. Xilings Company. 0,34 доллара. Ну, там совсем мало вложено. Но, тем не менее, дивиденды. И снова Pfizer и Тинькофф. Друзья мои, делайте выводы. Что это такое большое у нас будет сейчас? Посмотрите. Ну, серенький. Понятно, что это будет. 63,75. Россия 28. То есть, следующее полугодие. Выплата дивидендов наступила. Она наступила совсем недавно. Вот в конце июня. И распадская. 424,5 доллара. Рубля. Получил дивиденды. Следующая. Снова Nike и снова Hewlett Packard. Следующая. Снова Татнефть. Снова Газпромнефть. Следующая. Лукоил. Снова. То есть, есть компании, которые выплачивают дивиденды. А теперь давайте посмотрим на состав портфеля. Вот он. Россия 28. У меня больше всего. Полиметалл. Тот самый полиметалл, который вырос гигантскими темпами. Сейчас я посмотрю, где у меня график. Вот он. Вот он снова полиметалл, который вырос у меня. Бешено. Вот Россия 28. Кроме того, что я ее купил по 162%. Сейчас она 173. На 10% выросла. Еще и дивиденды. Полюс золота. А дивидендов-то мы не видели. Газпром. А дивидендов-то мы не видели. Яндекс. Вот я сейчас хочу сказать про Яндекс. Смотрите. Яндекс является компанией роста. То есть, смотрите. Я купил акции компании Яндекс. Давно купил. Когда давно? Черт его знает, когда. Я их там продавал, покупал. Вот где-то здесь я ими спекулировал, потому что там был скандал с Яндексом связанный. Давайте посмотрим, сколько акций Яндекса прибавили в цене. Где-то вот здесь я их купил. Примерно 83,61% добавили. Ну, они выросли в цене. То есть, Яндекс это компания роста. И дивидендов мы не видели, потому что Яндекс не выплачивает дивиденды. Вот в чем дело. Яндекс не выплачивает дивиденды. Потому что они год от года на собрании акционеров принимают решение. Говорят, мы не будем выплачивать дивиденды. Почему? Потому что у нас бизнес растет. И у нас есть, куда вложить эти деньги акционеров выгодно. То есть, мы вкладываем эти деньги в рост компании. И это компания роста. Потому что у компании роста есть хорошая бизнес-модель. И она расширяется. И акции растут за счет этого. И вовсе не нужно получать дивиденды очень часто. То есть, есть компании роста. Есть дивидендные компании. Дивидендные компании, они тоже, ну, как бы они могут расти, но они уже не так сильно растут. Потому что они большую часть прибыли отдают акционерам. Потому что они уже выросли. И это большие компании, как правило. Ну, типа Pfizer. Она огромная. Вот. А есть компании, которые говорят, блин, ребята, у нас шикарный бизнес. И туда надо вкладывать для того, чтобы получать прибыли больше, больше, больше. А что такое прибыль? Прибыль это, ну, это то, что принадлежит акционерам. А акции это часть компании. И поэтому надо вкладывать не только в дивидендные компании. Не только на дивиденды рассчитывать. Но и на рост. Поэтому вопрос о том, на какой капитал я получил эти дивиденды. Ну, там где-то миллион, там, ну, побольше миллиона рублей вложено. Да нет, я думаю, что сильно больше, где-то полтора миллиона. Ну, а дивиденды вы видели там 30 тысяч. То есть, получается, что там, ну, где-то там 3% где-то дивидендная доходность. Но при этом есть акции роста. И у меня больше все-таки, к счастью, компаний, которые растут. Новотек. Посмотрите, вот сейчас Новотек. Вы знаете, что у Новотека сейчас пролилось топливо, скандал, наезды и так далее. Какой нахрен Новотек? Чё ты несёшь? ГМК Норникель. Заболтался совсем. На них накладывают смешной штраф в размере 150 миллиардов рублей. Почему смешной? Потому что, ну, типа, вы нарушили там экологию. И для того, чтобы защитить эту экологию, вы должны заплатить вот эти деньги в бюджет России федеральный. А России похрену, на самом деле, на федеральный, так сказать, на тот ущерб, который, это самое, там главное, просто есть повод отобрать. Ну, это моё мнение. Но, тем не менее, ГМК Норникель вырос. И почему я на нём хочу остановиться? Потому что ГМК Норникель одна из компаний, которые могут вырасти. Почему они могут вырасти? Смотрите, полиметалл добывает золото, серебро. В основном серебро. Серебро сейчас растёт быстрее золота. Полиметалл, есть все шансы вырасти ещё больше. Полюс. Полюс добывает золото. Золото сейчас растёт в цене. Добыча, ну, я надеюсь, что будет расти. То есть, как бы, компания растёт. И вот ещё одна компания. Это, на которой мы остановились, ГМК Норникель. Она у меня тоже, видите, смотрите, у меня Россия-28, полиметалл, полюс, Газпром. Он в аутсайдерах, конечно. Яндекс вырос. ГМК Норникель. ГМК Норникель. Ну, я думаю, что это очень перспективная компания. Там долгов очень мало. Несмотря на эти 150 миллиардов рублей, она это потянет. Долговая нагрузка небольшая. И что самое интересное, смотрите, здесь серебро, здесь золото. А здесь не только никель, но и палладий. ГМК Норникель является одним из крупнейших поставщиков палладия в мире. И цены на палладий сейчас очень здорово отстают и от золота, и от серебра. А ожидается рост спроса на палладий и ожидается рост цен на палладий очень-очень серьезный. Поэтому обратите внимание на компанию ГМК Норникель. Тем более, что она в связи вот с этой аварией сейчас на очень привлекательных уровнях. Ну, как бы это мое мнение чисто. Принимайте решение вы. Кстати, не забывайте ставить лайки. Так, компания-система. Помним, да, что дивидендов мы не видели от системы. Но, тем не менее, она очень здорово выросла. В прошлом марте там были наезды на нее. Сейчас все закончилось. Она здорово выросла. Все шансы вырасти больше. Потому что в компании-системе один из главных активов – это еще и медицина. И сейчас на это внимание очень большое. Ну, распадская у меня в минусе. То есть, вы видели, дивиденды есть, но распадская в минусе. Сургут, нефтегаз, префы почти не выросли. То есть, они болтаются вот здесь вот. Но дивиденды, во-первых, были. А во-вторых, сургут, нефтегаз, привилегированные – это… Что такое сургут, нефтегаз? Сургут, нефтегаз – это скорее доллары, чем нефтегаз. Потому что там огромные залежи долларов. Они складывали доллары просто вот в свои закрома. И если доллар будет расти к рублю, то, в общем-то сказать, и эти акции никуда не денутся, вырастут. То есть, это равносильно вложению доллара фактически. Аэрофлот. Дивидендов мы не видали пока. И рост они не видали пока. Новотек. Дивиденды видали, но Новотек упал. Вот. Новотек занимается жижным природным газом. В основном строит заводы по СПГ. Лукоил. Лукоил нынче упавший, но дивиденды были. Татнефть. Ниже уровня покупки, то есть они упали, но дивиденды были. Недавно я купил акции Mail.ru Group. Вот они. Сейчас они пока в минусе еще, но есть все шансы, что они вырастут. То есть, у меня Mail.ru Group и Яндекс представляют технологические компании России практически все. Газпром нефть. Помним, что дивиденды были, но так же, как Татнефть, с падением нефти у них упали доходы. Капитализация. И вот она, обувь России. Вот здесь я ее спекулировал в свое время. Да, это примерно там. Вот здесь я ее спекулировал. Здесь я получил дивиденды. После дивидендов она упала. Здесь я хорошо на спекуляциях очень заработал. И дальше она упала. Я ее где-то вот здесь вот купил, потому что думал, что она вырастет, что ниже 40 не упадет. Она упала ниже 40, сейчас 33. Но сейчас у меня, посмотрите, сколько у меня в обуви России? 995 рублей вложено. Вообще ничего. Вот такие у меня рассуждения по поводу дивидендов. Итак, резюмируем. Есть акции дивидендные, есть акции роста. Акции роста, они растут, имеют большой потенциал роста. Мы их покупаем ради того, чтобы наши капиталы росли, но при этом дивидендов они не приносят. Дивидендные акции приносят регулярные дивиденды, но они не так растут. Вот что я хочу сказать. А, да, вы видели, что там валютных очень много. Вот они, пожалуйста, валютные. Сина Корпорейшн. Дивидендов мы не видели. Элилили компания. Ну, сейчас у меня всего 4 акции. Они выросли, но я увеличил вложение в Элилили компани. И я увеличил это вложение совсем недавно. Они у меня были проданы даже. Тиньков. Ух ты, он вырос. Тиньков. Вот он, он вырос. Я его купил вот здесь. Когда там был наезд на Тинькова со стороны Америки. Потом у Тинькова со здоровьем. И у нас там какие-то наезды были, проблемы. То есть Тиньков очень здорово просел, но потом начал расти, расти, расти. Сейчас он уже выше номинала и платит дивиденды регулярно. Alexion Pharmaceuticals. Где-то я их не помню. Где-то я их купил. Нет, я их купил где-то вот, наверное, здесь, что ли. Ну, это фармацевтическая компания американская. Дивидендов не видели. Она небольшая. Tata Motors. Дивидендов мы не видели. Но выросла. Macy's. Какие там дивиденды? Они на грани банкротства. Я их купил здесь, потому что, ну, в надежде, что все-таки это крупнейшая сеть гипермаркетов в Америке. И есть надежда, что они, ну, выживут. У них больше всего недвижимости среди, ну, конкурентов. Nike. Есть что продать. Nike. Вот он, Nike. Топчется вокруг номинала. Почему? Потому что, ну, отчетность была не очень хорошая. Но платит. В Nike у меня вложено сейчас, ну, 200 долларов. Вообще ничего. Pfizer. Сейчас у меня тоже Pfizer. Я сократил очень здорово долю Pfizer. У меня было больше 2000 долларов вложено в ней. И я решил Pfizer разложить на другие компании. Потому что зачем так однобоко я решил диверсифицировать портфель. Совсем недавно купил вот Nike, купил Macy's, Tata, Elly Lily купил. Вот такие компании. Boeing. Boeing, ну, в связи с проблемами, очень дешево стоит. Я думаю, что Boeing не дадут умереть. Поэтому, поэтому я его купил, держу. Никаких, естественно, дивидендов, никаких, никакого роста. Priato Pharmaceuticals. Это вообще молодая компания, которая пока только-только инвестирует в новые исследования. Но есть шанс, что она выстрелит раз в 10. Вот так скажем. Cisco Systems наоборот. Очень старая компания, которая регулярно выплачивает дивиденды. Очень старая, очень крупная компания, регулярно выплачивает дивиденды. Вы это видели. Очень крупная компания в области электроники и телекоммуникации, по-моему, там. Xilinx. Ну, то же самое, можно сказать. Вот такие акции у меня есть. Ну, а сколько там дивидендов и так далее, судить вам. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спрашивайте, что вас еще интересует. Буду отвечать. До встречи.